МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И судьи набираются опыты, и спортсмены. С каждым годом у нас увеличивается количество к нам приезжих гостей, кто к нам едет на соревнования. Люди, то есть мы за Уралом, наверное, единственные, кто проводит соревнования такого уровня. Спортсмены состязались на пике подготовки к отборочным соревнованиям в федеральных округах. Омские пловцы показали отличные результаты и завоевали 54 золотые медали. Успешно выступили ведущие спортсмены нашей команды. В соревнованиях чемпионата золотую медаль выиграла участница Паралимпийских игр Вероника Мечеинова. Диана Кольцова и Сергей Шушарин завоевали по пять главных наград в разных стилях плавания. Также на церемонии награждения Диане Кольцовой вручили удостоверение мастера спорта. Конечно, все медали ценные, но самое главное, это понятный результат. Но я считаю, что более ценная награда – это командная награда, потому что вы там в борьбе за всю команду, а не только за себя. Также омские тренеры отметили выступление Анастасии Черновой. Спортсменка завоевала три золотые медали в стартах чемпионата и столько же в заплывах первенства. У меня радость была, ну, как-то от, ну, мысли, что я как-то победила, можно сказать, так, что у меня стал прыжок речи, грибок сильнее и выносливать больше. Специальную награду получила самая юная участница соревнований – семилетняя Полина Милостивая из Омска. Чемпионаты первенства Сибирского федерального округа пройдут в начале мая в Бийске. Продолжение следует...